Липецк, продолжаем выпуск. В Липецкой области создано отделение Российского исторического общества. Свою историю оно ведет еще с императорских времен. Какие цели и задачи у организации сейчас и в каких проектах общества уже в ближайшее время смогут поучаствовать липчане? Об этом в нашем следующем материале. В региональное отделение Российского исторического общества вошли историки, археологи, реконструкторы, поисковики, краеведы. Их всех объединяет желание сохранить и передать будущим поколениям историю нашей страны. А есть ли вообще сейчас крестьянство? А есть ли что-то то, на что мы должны у предков наших учиться и ориентироваться? И когда ты еще начинаешь выяснять, то для себя делаешь вывод. Да, есть и очень многое. Нужно просто это знать и об этом последовательно и четко говорить. Отделение Российского исторического общества действует более чем в половине регионов страны. В Липецке организация только начинает работу. Но жители региона уже могли поучаствовать в акциях РИО. Например, в диктанте Поведы. Будем разговаривать о том, как интегрировать историков Липецкой области, организации, которые в Липецкой области занимаются историей, историческим просвещением, более полно, более эффективно интегрировать в федеральную повестку. На базе РИО действует фонд «История Отечества». Несколько лет назад финансовую поддержку от фонда на проведение экспедиции получали липецкие археологи. В этом году поддержан проект археологического парка «Аргамач» по созданию тематического музея. Его открытие запланировано уже на 12 июня. Создание музейной экспозиции, которая называется «Занятие быт служилого населения». То есть это показать жизнь человека, служилого человека на белгородской черте. Основой этой экспозиции станет обязательно интерактивная программа. В прошлом году в археологическом парке воссоздали одну из сторожевых башен белгородской засечной черты. Исследование этой темы и создание впоследствии туристического маршрута по системе укреплений – одна из множества задач отделения российского исторического общества в Липецкой области. Крен делать, прежде всего, на подрастающее поколение, потому что у нас сейчас, по сути дела, прекратились. Ну там пандемия, понятно, поспособствовала детские археологические экспедиции, развивательные. И потому что там по-настоящему воспитывается патриотизм, а не просто простыми призывами, какими-то флешмобами, квестами и так далее. Помимо этого в Липецкой области при содействии Минкультуры России подготовят различные события, посвященные 350-летию Петра Первого. Памятную дату отметят в следующем году. Диана Ролдогина, Вячеслав Ходаков, Вести Липецк. Новый арт-объект.